Священный мученик Михаил Впоследствии, освоив ремесло гравера, занимался чеканкой окладов для икон. Рано овдовев, он сам воспитывал сына и дочь. И с 1919 года стал служить в храме псаломщиком. Затем был рукоположен водиакона и в 1925 году восвященник ко храму Воскресения Славущего в родном селе Молоди. А также служил в храме в селе Матвеевском Подольского уезда. За ревностное служение отец Михаил был награжден наперстным крестом. 25 января 1938 года отец Михаил был арестован органами НКВД и заключен в судьбу в городе Серпухове. Допрошен был только один раз в день ареста. Отвечая на вопросы следователя, священник, зная, что каждый его ответ может принести беду не только ему самому, но и другим, при заполнении анкеты сказал, что сам одинокий, связи ни с кем не имел и точных адресов не знает. Вызванный на допрос председатель колхоза сказал, что Рыбин, проживая в селе Молоди, группирует вокруг себя активных церковников из контрреволюционно настроенных лиц и проводит среди них контрреволюционную деятельность. Другие свидетели также показали, что священник крестил школьников-подростков по просьбе матерей без согласия их мужей. В тот же день следствие было закончено. Тройка НКВД приговорила отца Михаила к расстрелу. Священник был переведен в Таганскую тюрьму в Москве, а 17 февраля 1938 года он был расстрелян и прибеген в безвестной общей могиле на полигоне Бутова под Москвой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова